Они пчеловода, так не воспитывают, не жалят. Ну а что там, мне что-то просто в носу пчела, короче, хотела поселиться. Меда так посекотала и как бы ушла. Хороший сорт пчел, хороший. Удобно вести пчеловодство. И вкус яркий, достаточно выраженный. Вот, значит, готовимся к пчелам с бого меда. Что это, Николай? Это дым. Мы будем их сейчас обкуривать. Неконец-то. Травки туда, муравки, что-то будет. Чувствую себя свидетелем на чьей-то свадьбе. Похоже, моя свадьба, потому что у меня брики беленькие. А я давай черненькие. Так, какой-то процесс происходит. Наблюдаем. Такая рамочка. Пусто. Пустая. Слабая семена. Стрелем. Так, вот раз с медом. Что дальше у них тут попало? Так. Какие-то, как-то. Стрелем. Стрелем. Чувствую. Такие пчелы стали поспокойнее, да? Ну да. Ну да. Ну эти пчелы вообще, это порода карника. Немцы недавно совсем вывели. Она практически вообще не агрессивная. То есть, не жалят. Даже не стряхнуть с рамки. Не агрессируют, не летают. И даже вот вытаскиваешь, и матка при тебе на рамке, вот ты вытаскиваешь рамку, она еще продолжает червить. То есть, яйца откладываются. Уникальные пчелы. Все боялись, что они будут плохо защищать свое гнездо от наших отечественных, провожадных мясных пчел. Их просто разграбят, уничтожат. Нет, оказывается, у них избирательная доброта. А пчел, шерст, не и ос, они лучше всех стригут на лету. Вот целая рамка. Мелька. Так, тоже забираем. Полные рамки забираем. На зиму подкормить, вот сейчас, начало августа, подкормить сахарным сиропом. Они на сахарном сиропе, особенно если сварить на беловом отваре, еще лучше зимуют, чем на меду. Потому что мед тоже разный бывает. Бывает и падевый мед, бывает и мед в таких растениях. Вереск, который засахаривается, они потом зимой взять не могут. То у них понос, то золотуха. А на сахарном сиропе они зимуют идеально. Как раз к весне они его подъедают. Уже мы в товарный мед этого сиропа не отправляем. Вот тут вот рамка с пиргой. Ну, можно откачать тоже. Вообще, если медоперговая рамка, надо оставлять. Ну, пока хорошо идем, да? Хорошо-то хорошо. Вот, это уже расплод пошел. Тут уже трогать не будем. Видишь, сколько? Вот это все личинки, куколки, они все пчелные. А которые высвобождаются, ячейки, они их тут же заливают. То есть у них медосбор еще идет. Ну, растет, все цветет. Кашка, цепорь и всякая хрена. Самый лучший мед это от лесного разнотравивания. Вся эта монокультурная медоуха. Типа гречихи, там каштан, донник, что-то еще. Это все хорошо, просто потому что удобно вести пчеловодство. И вкус яркий, достаточно выраженный. Но по вкусу, в повседневном употреблении и по полезности сравниться с лесным разнотравиванием ничего не может. Любой гречишный мед там или что там еще, рапсовый какой-нибудь, он, ну, так сладкого поест на раз. Вкусно, интересно, потом приедается, потом тоже просто... Да, для разнообразия. Вот, значит, вот такие вот пчелы живут, видишь? Ну, это овод. Да. Он самый. Как подлетит, как даст в другой раз, думаешь, вот это пчела. А это не пчела. Это твоя ошибка восприятия. Ну, тоже вот, да. Это все расплод, да, все мощный расплод, причем это уже может быть переходный к зимнему поколению. То есть последнее поколение, которое отмирает до осени. Поэтому его нужно беречь. Мы эти рамки брать не будем. Здесь вот все, видишь, зачерлено. Ну, вот яички поотложены там, вот, беленькие, такие маленькие, если видно будет. Вот, а здесь вот уже личинки, уже червячки, видишь? Пчелы их кормят, они в меду купаются, как сыр в масле. Вот так и хорошо, какая медовая у них жизнь-то. Ну, да. Все детство жрешь мед, а потом всю жизнь собираешь и так на лету и умираешь. Вот к такому мироустройству нам предлагают обратиться западная цивилизация. Мед – это деньги, а благосостояние – это непрерывный труд. Без каких-то личных интересов исключительно на благо общества. Но не через идейные соображения, а через соображение нужды и инстинктов. Ну, как бы вот мне в таком мире жить неинтересно. Хотя это очень продуктивно для пчеловодов. Вообще, такая эффективная форма выживания, адаптации. Все красиво, все замечательно. С чего вы жалуетесь, у вас все хорошо, живите себе. Да, сублимация солнечной энергии через мед, через деньги. А вот там, подожди, дорога, смотрим, что это? Ну, вот там были пупырышечки такие, штуки-рады. Пупырышечки? Да, вот это что за природа? Это пупырышечки, это трутневый расплод, а не трутневый вообще вот здесь. Как они интересные. Да, трутневые. Вон он вылазит один. Нет, это вот как раз низкие, это рабочие пчелы. А вот это? Тоже рабочие. А вот эти вот, которые больше горбатый расплод такой, но это не тот, который из-за потери матки, а просто то, что у них нету, я не позволяю им иметь. Трутневые соты отдельно, они из обычных делают трутневые ячейки. Цветочная пыльца, законсервированная особым образом, сначала они ее складывают, заквашивают, там оболочно-кислое брожение проходит, потом они добавляют в свои ферменты, трамбуют, заливают в мед, и получается консервы такие белковые. Очень полезная такая вкусная вещь, но, что вам нужнее? Ну и тоже такая же. Ага. Да, просто одна передавая. Как это отверстие образовалось? А там отверстие, видишь, литок? Ага. И они прогрызли, чтобы им удобнее было. До второго сразу до литок. Не знаю. Какие сообразительные. Ты что ты? Палец в рот не клади. В общей сложности, вот, нормальная такая средняя пчелинная семья имеет в своем распоряжении больше нейронных связей и больше объем общенервной системы, чем у дельфина, у человека. Ну, как один общий организм. Да, они работают только на автомате, в слиянии общего такого инстинктивного ума. Плохого в этом ничего нет, но как бы мы уже из этого возраста вышли, нам нужно как-то на других принципах объединяться. На принципах осознанности, а не инстинктивности. Поэтому метод кнута и пряника, который предлагается нам в социальной системе, считаю неприемлемым. неинтересным. Изжижим. Нет, он может быть еще не изжил, но это не для нас. Только для тех, кто хочет всю жизнь жужжать. Здесь проста. Вот что, каких-то стряхнул, а они пойдут на другие места трудиться, да? Ну, туда. Мы сейчас почистим, пустые вернем, они будут в тройку. Ну, у них-то хватает сейчас, мы просто поставим заставную, чтобы они их почистили, да. И, в общем, успокоились на этом. Вот это тоже забираем. Четыре птенца аиста. Приплод в этом году, родители их курируют. И вот уже собираются лететь в жаркие страны. Исключительно. А это вокзал. Вокзал. Операция. Распечатывание. Крышечки восковые снимаем. Мед становится доступным. Вот тут уже начал засахливать. Это явно не тот мед, который нужен нам на зиму, да. Тоже мне нравится. Смотри, здесь зеленый, а здесь светлый. По ним можно судить, чтобы вариться в природе. По ним ты можешь судить только какие растения растут. Ну, растения растут. Да-да-да. Просто, когда дождь совпадает с цветением, не сильный такой, ну, влажность нормальная, тогда нектар идет, они собираются. Засушит и не зальет в этот момент, когда это растение растет. Ну, конечно, уже вот этого меда не будет. Будет другой какой-то. Обязательно что-то будет. Ну, да. Можно, конечно, в это углубиться и по цвету меда предсказывать. Погоду тут фигней заниматься. Но, вообще, мед, просто мед. Не пойму, в чем секрет. И нечего тут понимать. Жизнь – это не то, что нужно понимать. Это то, что есть. Жизнь – это то, чем нужно наслаждаться. Да. То, что есть в моменте. Вот у тебя есть мед, вот и наслаждайся. Да. Радуйся, что в этом году меда хватает всем. Это называется забрус. 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 Очень, очень вкусный. Ну, да. Он очень полезный, потому что… Ну, по существу тот же сотовый мед. Сотовый мед, да, получается. Да. Ну, очень, очень полезный. А вот нижние уже распакованные, да? Да, они еще не запакованы. Да, они еще не запакованы. Там только задевают они. Да. Да. Так, вот. Ну, так, вот. ароматная история вообще дело молотка боится солнечные энергии напитанные в этом году у нас прям такое разнотравие такие сочные травы были погода отличная настоящее лето шестьдесят четвертого года вот эта система работает со всем медом запуханный красота то какая что-то мне что-то просто в носу пчела короче хотела поселиться а она так посекотала и как бы ушла хороший сорт пчел хороший еще одна вот решила поселиться у меня тут в бороде надо все затухать вообще опасное место прополис это смыла которую они соскабливают с деревьев с травы самое лучшее может быть что беззараживать интересно как они строили если бы не было вот сот в какой форме это было все равно какую-то форму там бы да такие лабиринты были бы интересны а вот некоторые дураки сейчас которые пытаются изобразить из себя пчеловодов и заодно очень умных таких экологов они держат пчел пытаются держать пчел в дуплянках без рамок и говорят что это самый естественный способ ну да для пчел самый естественный способ жить в дупле на рамках гораздо удобнее и комфортно и главное когда ты их трябишь то ты их не травмируешь практически а чтобы в дупле добыть этот мед надо развалить все дупло все весь все рамки переломать даже ты не разбираешь где расплод где что ну да теоретически сверху сверху мед а снизу расплод ну это теория на практике получается такой раскордаш после которого пчелы огромное количество сил энергии тратить чтобы восстановиться так что объем не уменьшается конечно